Библиотека Жернакова представляет видеопрезентацию «Корней Чуковский не только для детей». Многие до сих пор уверены в том, что Корней Чуковский только детский писатель. Да, все мы читали в детстве «Чудо-дерево», «Тараканище». А сколько раз мы вновь пересчитывали «Айболита» и «Бармалея». Трепетно наша память относится к Федориному горе и Майдадыру. Самые первые стихи мы учили из Чуковского телефона, загадывали друг друга загадки по сказке Путаница, в школе разбирали краденое солнце. Но вот то, что Корней Иванович Чуковский не только детский писатель, знают далеко не все. Я постараюсь кратко рассказать вам о другой литературной жизни этого писателя. В книге под общим заглавием «Современники» даны впечатляющие портреты Чехова и Куприна, Горького, Короленко, Леонида Андреева, Алексея Толстого и многих других деятелей русской культуры. Написаны на основе дневников, писем и личных впечатлений, очерки эти живо, со множеством ярких деталей, не только показывают литературный и окололитературный быт давно ушедшей эпохи, но и глубоко проникают в творческую деятельность этих писателей. Здесь Корней Чуковский выступает как их друг, добрый приятель, истинный ценитель творчества этих знаменитых людей. Здесь уже не детский слог Чуковского, здесь слог настоящего литературоведа и даже литературного критика в самом лучшем смысле этого слова. Мастерство Некрасова – это фундаментальный труд Корнея Чуковского. Это памятник советского литературоведения. Над этим произведением, над этой монографией он работал несколько десятилетий, подробно, досконально изучая творческий путь Николая Алексеевича Некрасова. За эту книгу в 1962 году он был удостоен Ленинской премии. Во многих российских домах есть вот такой двухтомник Корнея Ивановича. Он вышел в 1990 году, и его автором-составителем стала внучка писателя Елена Чуковская. Впервые именно в этих томах, в этой редакции, была полностью опубликована статья Корнея Ивановича об Анне Ахматовой и о Николае Гумилёве. Первый том составляет семи любимые сказки Корнея Чуковского, а также «О двух до пяти» книга Чуковского, посвящённая детской речи. Впервые она вышла в свет практически сто лет назад, в 1928 году, и первое название было «Маленькие дети». Начиная с третьего издания, оно уже выходило под привычным нам названием «О двух до пяти». При жизни автора это произведение выдержало более 20 изданий, каждое из которых существенно дополнялось и дорабатывалось. Знаете, ведь «О двух до пяти» это именно то, что просто необходимо прочитать, досконально изучить и иметь у себя дома, как настольную книгу, людям, которые хотят связать свою жизнь с развитием, воспитанием и образованием ребёнка. Её нужно иметь и тем специалистам, которые уже работают с детьми и хотят лучше понять детскую психологию. Всё то, о чём писал Чуковский в середине 20 века, актуально и до конца ещё не изучено и в наше время. А ещё в библиотеках можно встретить книги детей Корнея Чуковского. Да-да, они тоже стали писателями. Это Лидия и Николай Чуковский. Николай Чуковский это первый ребёнок Корнея Чуковского и его жены Марии Борисовны. Начнял он сначала как поэт, даже занимался в литературной студии, которую руководил Николай Гумилёв. В некоторых произведениях Михаила Зощенко прообразом героя становился Николай Чуковский. Лидия Чуковская. Лидия Чуковская. Наиболее значимые её произведения это Софья Петровна и мемуары записки в Ане Ахматовой. Особо обращаю ваше внимание на книгу воспоминания Корнея Чуковского. В нашей библиотеке есть второе издание от 83-го года. Эта книга содержит воспоминания более 40 людей, которые были знакомы с Корнеем Ивановичем. Все эти имена известны, и это не только писатели, поэты, литературоведы и редакторы, но и актёры, например, Рина Зелёная, Сергей Образцов, Леонид Утёсов. Все они говорят нам о том, что Корнея Иванович Чуков это талант, сила и правда. В книге «Памяти детства» Лидия Корнеевна Чуковская в первой главе о своём папе пишет так. «Тогда в нашем детстве он казался самым высоким человеком на свете, идёт к себе в комнату, в дверях голову непременно наклонит, не ушибится по притоку, посадит к себе на плечо, с высоты сразу откроются глаза среди редких сосновых стволов дальняя даль залива. Вот теперь подпрыгнет и лыжную палкой легко собьётся сульки с балкона второго этажа. А с теми, что свисают с крыши дровяного сарая и без палки управятся, протянет руку и обломает рукой. Он длиннорукий, длинноногий, узкий и длинный. Кто выше его? Нет такого». Произведения Корнея Чуковского поистине непревзойдённы, точны, начиная от книг для малышей с оканчивой литературной критикой на гениев литературы. А всё почему? Потому что он и сам гений. В слайде вы видите лишь маленький перечень тех книг, которые точно есть в любой библиотеке нашей страны. В библиотеке Жирнакова есть очень много произведений этого писателя. И мы будем рады, если эта видеопрезентация подскажет дорогу к изучению Корнея Ивановича Чуковского. Спасибо за просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!